После долгой работы и полугодового простоя в холодном неотапливаемом гараже ферма представляла из себя достаточно грустное зрелище. Точнее даже не грустное, а грязное. Все было покрыто пылью, кое-где потекла термопаста. В общем было принято решение разобрать ее и проводить полную профилактику с разборкой всего что можно. Аккуратно ряд за рядом были сняты все видеокарты. Каждый пучок проводов соответствующей определенной видеокарты был связан и закреплен к раме, чтобы потом не путаться. Также была демонтирована материнская плата и ее блок питания. Профилактику я начал с блока питания. Итак, друзья, что нам необходимо для чистки плат и блока питания? Во-первых, спирт, ВД-40 или другой очиститель контактов, отвертки, пинцеты, вытительное стекло и кисть с мягким длинным ворсом. Вот, пожалуй, и все. Итак, друзья, начинаем с блока питания. Вот такое вот у него состояние. Весь покрытлоем пыли. Вон из него все сыпется. Блок питания на 450 ватт. XP450 Exegate. Откручиваем 4 винтика. Вот здесь вот маленькие 4 винтика. Не путайте с винтами крепления вентилятора. Винтики откладываем аккуратненько в сторонку. Открываем. Крышка вот питания П-образная. Можно плоской отверткой поддеть и открыть. Снимаем крышку. Вот такое состояние. По углам вот такие вот пыльные налеты. Чтобы как следует все вычистить, надо отключить вентилятор. Вот разъемчик беленький. Вот он. Отключается он легко. У него ключа никакого нет. Откладываем пока в сторону. Откручиваем 4 винта крепления платы. Раз, два, три и четыре. Винтики опять же аккуратно складываем. Чтобы вынуть провода, надо прокрутить вот это кольцо. И вот мы можем вынуть плату. Вот видите, вот какая грязь. Вот такая вот шерсть в блоке питания. Вот так. Это откладываем пока в сторону. Снимаем кулер. Его тоже надо будет чистить и смазывать. Это можно промыть под струей воды с мылом. Кулер разбирается следующим образом. Чтобы его смазать, берем острую отверточку. Приподнимаем наклеечку. Под наклеечкой видим вот такую пробку. Острую отверткой вынимаем ее. Вот так вот. Вот она пробочка. Здесь видим пластиковую разрезную шайбу. В которую надо вставить отверстие тоненькой отверточки. Повернуть. И вынуть вот эту шайбочку. Показываю. Я вынул шайбу. Вот она. Тоже откладываем в сторону. И теперь легким нажатием на ось снимаем крыльчатку. Все. Это можем мыть водой с мылом. Это можем протереть мокрой тряпочкой, не затрагивая обмотки двигателя. Вот посмотрим элементы после мытья водой с моющим средством. Все чистенько. Видите? Как новое. Все как будто из магазина. Вот. Все идеально чистое. Обязательно мыть с моющим средством. Иначе разводы остаются грязью. Движочек я закрывал пакетиком, когда мыл. Все остальное промыто, видите, нигде нет. Даже в щелях. Решетка. Все идеально чисто. Так, теперь чистая, вымытая, где остались следы влаги, можно либо просушить, либо, если торопитесь, промокнуть салфетками. Ну, я просушил под рукосушилкой. Практически все сухо. Очень аккуратно с лопастями. Потому что лопасти, если даже треснут, не дай бог сломаются, начинается очень сильное биение на вентиляторе. И придется менять весь вентилятор. Все вымытая, откладываем в сторону. Берем вторую часть корпуса, в котором крепится плата и плату. И тщательно, кисточкой с длинным ворсом, стряхиваем пыль. Потом берем спирт. Берем тряпочку. Я жалко не чувствую эти запаха. Не жалеем, мочим тряпочку спиртом. И тщательно протираем. Вот видите, здесь не мыл я. Все-таки налет остается даже после кисточки. Вот видите, серая. Но все равно протираем спиртом. Все. Не жалея его. Наклейки можно содрать, они уже не нужны. Гарантия на это все кончилась сто лет назад. Точнее, год назад. Также протираем плату спиртом. Ни в коем случае не разбавляйте спирт водой для экономии. Иначе вода может остаться где-то на токопроводящих дорожках. И блок питания выйдет из строя. Все разъемчики, проводки, все это спиртиком вытираем. Вот видите, какая чистенькая получилась плата. Все. Так, теперь внимание. Берем увеличительное стекло. Тщательно смотрим на колпачки конденсаторов. Сейчас покажу вам. Вот электролитические конденсаторы. Как видите, на колпачке у них такой крестик. Вот эта металлическая фольга. И тщательно смотрим, чтобы вот эти колпачки блестящие не были вздуты. Если где-то видим вздутие, это означает практически смерть конденсаторов. Вот так, через увеличительное стекло рассматриваем все тщательно. Также рассматриваем обратную сторону платы, чтобы не было холодных паек. Холодная пайка, это вот, например, торчит ножка, а вокруг нее колечко. Как будто трещинка кольцевая. Это говорит о дефектах монтажа. Такие места с припоем тщательно пропаиваем. Далее берем разъемы. Вот 12-вольтный процессорный. И штыречком с тряпочкой со спиртом чистим контакты. У него контакты в виде трубочки. Вот эти трубочки внутри тоже окисляются. Саташные разъемы так не почистишь. Саташные разъемы надо чистить плоским чем-то. А вот эти четырехштырьковые очень даже хорошо чистятся. Тряпочка, штырек. И пошли чистить. На нашей плате они используются, вот эти четырехштырьковые разъемы. Дополнительное питание на материнскую плату. Их надо обязательно почистить. А вот этот штыречек у меня очень четко входит вот в эти отверстия. Штыречек хронированный, блестящий. Он царапин не оставляет. Но за счет того, что туго входит, он хорошо чистит контактную поверхность разъемов. Теперь все почищено. Переворачиваем листочек чистой стороной вверх, чтобы было приятно работать. И начинаем обратную сборку. Вот в эти крайние отверстия винтики лучше вставить сразу. Вот так вот. Два винтика. И потом только опускать на место, потому что пальцами туда неудобно подлезать. Вот. На пол ворота зафиксировали. Один. Вот смотрите, методика какая. Чуть-чуть приподнимаете плату. Кладете винт. Вот он лежит. Вот так вот. Потом встает за отверткой в шлицы. Опускаете. И уже закручивается. Все. Четыре винта наживили. Теперь закручиваем плотно. Аккуратно собираем провода, чтобы краем металла не порезать их. И только потом вставляем колечко. Вот так вот оно защелкивается. Видите, даже усеянные медицинские перчатки, к сожалению, об острые края металла рвутся. Так, и пока откладываем в сторонку. Берем наш пропеллер. Тщательно протираем от грязи канал, где стоит его ось. Вот так вот прям. Не бойтесь. Вот протерли как следует. С обоих сторон. Вот видите, там еще вот такая шайбочка есть. Вот. Не забываем ее надеть для уплотнения. Ставим пропеллер на место. Шайбочки лучше надевать следующим образом. Сейчас я вам покажу. Вот они. Две шайбочки, которые надо надеть. Внешне это вот эта. Сначала ее на тоненькую отверточку. Потом резиновую черную. Вот так вот надеваем. Берем шлицевую отвертку. У меня она вот такая. Просто крутится туда-сюда. Острием нашу часовую отверточку. Опускаем на ось. Ставим четко на ось. И второй отверточкой аккуратно эти обе шайбы вниз. На ось надеваем. И белой разрезной шапочкой защелкиваем. Вот так вот. Теперь берем маслице. У меня вот такое специальное масло есть. Для элементов вращающихся с большой скоростью. Вот шприцом туда пару капель. Наносим. Вот. Все, много не надо. Смотрите, чтобы на край, вот под наклейку не попало масло. Потому что наклейка иначе держаться не будет. Хотя от нее мало зависит. Но внешний вид испортите. Теперь берем наш пластиковый копачок. Вот этот. И ставим его на место. Еще раз дезинфицируем спиртиком. И приклеиваем наклейку. Все, наш кулер готов. Смазан. Отлично крутится. Теперь начинаем обратную сборочку. Подключаем кулер. Смотрим направление. Куда он дует. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот сбоку стрелочки. Как бы вам показать. Сейчас. Вот здесь стрелочки. Вот направление вращения. Вот туда вот. И направление куда дует воздух. Вот туда. Так, это что-то плохо держится. Надо будет потом скотчем зафиксировать. Но это не принципиально. Наклейка это декорация. Она просто придерживает вот эту крышку. Но крышка сама защелкивается в пазы. Так что она не выпадет. Так. Кладем нашу декоративную решеточку. Под нее. Вот таким вот образом. Раз он дует сюда. То есть вот так вот ставим. Вот так вот. Пропеллером вверх. Вот так вот. 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 Вот. Берем винтики. Их не перепутайте. Они такие очень толстые. И как и в первом случае. Крестовой отверточкой. Для начала просто наживляем. Так как любая грязь, асимметрично налипшая на вентилятор, вызывает вибрацию. Винты закручиваем очень качественно, туго. Вот. Теперь аккуратно надеваем крышку с вентилятором. Закручиваем на место 4 винтика крепления крышки. Их можно закручивать сразу туго. Все. Блок питания. Чистенький, аккуратненький. Готов к дальнейшему использованию. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.